Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители! Вы смотрите видео-обзоры от блога «Сын, отец и игрушки». Отдельно приветствую всех поклонников фирмы NECO. В этом обзоре речь пойдет о фигурке Терминатора от компании NECO, а точнее о второй серии, созданной по легендарному фильму «Терминатор 2. Судный день» от не менее легендарного режиссера Джеймса Кэмерона. Достаточно вспомнить несколько картин, к которым он приложил свои руки, и все сразу станет ясно. «Терминатор», «Чужие», «Терминатор 2», «Правдивая ложь», «Титани». Из последних нельзя не отметить фильм «Аватар». Но сейчас, естественно, не о Кэмероне и даже не о фильме, а о фигурке, сделанной по всем нам известной сцене, в которой Т-800 расстреливает полицейские машины у здания «Кибердайн Системс». «Терминатор» выполнен в привычном для NECO масштабе 7 дюймов. Фигурка сделана из твердого пластика, за исключением аксессуаров «Терминатора», которые выполнены из резины. Главную роль в сиквеле «Терминатора» сыграл Арнольд Шварценеггер. Однако скульпт лица получился не совсем реалистичным, и, как мне кажется, лицо данной фигурки имеет сходство с реальным актером незначительное. Больше всего на Шварца он похож на профиль. Оплачен «Терминатор» в соответствии с фильмом в одежду из кожи, которую он так мило в начале фильма попросил у байкера в баре. «А потом легко, небрежно и негромко так сказал». «Мне нужна твоя одежда». «Эх, парень дал, а кто б не дал!» Хочу отметить великолепный покрас всей одежды. Все, начиная от кончиков ботинок и заканчивая перчатками, отлично детализировано и очень здорово покрашено. Куртка заслуживает отдельных похвал. Здесь хорошо прорисованы пляшки, карманы и молнии, которые, на мой взгляд, получились особенно реалистичными. Также куртка усыпана мелкими отверстиями от пуль, которыми «Т-800» наградил «Терминатор Т-1000» при первых встречах. Артикуляция у данной фигурки, мягко говоря, ограничена. Но, с другой стороны, это же «Терминатор», а не «Балерина». В общем, данная фигурка имеет точку артикуляции в области шеи. Также у «Терминатора» подвижно тело, которое имеет осевое вращение. Руки артикулированы в плечах, в локтях и в кистях. Ноги почему-то Нека решила обделить артикуляцией, особенно правую ногу Арни. Она имеет лишь одно подвижное соединение – в голеностопе. Левой ноге повезло чуть больше. У нее осевое вращение в бедре, голени и голеностопе. На мой взгляд, бесполезные точки артикуляции. С другой стороны, ограниченная подвижность ног украсила Т-800. Спросите, почему? Да хотя бы потому, что из-за отсутствия шарниров в паховой области у «Терминатора» тазовая часть выглядит классно и реалистично. Теперь я уделю немного внимания аксессуарам. В первой списке числится лента с боеприпасами от ручного однозарядного гранатомета М79. Выполнена она из резины, что позволяет легко ее снять с «Терминатора». Одной гранаты в ленте не хватает, что соответствует фильму, потому что Арни использовал М79 для входа в кабинет Майлса Дайсона. Вторым аксессуаром является непосредственно сам ручной однозарядный гранатомет М79. Он также, как и лента с гранатами, выполнен из резины. Достаточно хорошо покрашен и имеет неплохую детализацию. Самых высших похвал, как мне показалось, заслуживает миниган М134, который неразрывен с сумкой, куда уложена лента с патронами для пулемета. Начну с пулемета. Миниган имеет множество деталей и приятный покрас. Материалом для изготовления пулемета послужили резина и пластик. Из М134 торчит лента с патронами, которая тянется прямо в сумку. Лента выполнена из резины и очень легко рвется. Будьте поаккуратнее с ней. Таким образом мы плавно перешли к обзору сумки с боеприпасами. Она, как и миниган, сделана из пластика и резины. Очень радует то, как Нека поработала над внешним видом сумки. Множество бликов и теней делают ее очень реалистичной. А слегка расстегнутая молния завершает весь ансамбль приятных впечатлений от этого аксессуара. Твой калибр. Не могу не согласиться с юным Джоном Коннором, ведь именно этот аксессуар служит явным украшением этой фигурки. Мой обзор слегка затянулся. Думаю, пора бы подвести итоги. В целом, компании Нека удалось передать образ Терминатора и то настроение, которое царило в сцене расстрела копов. Как мне кажется, этому поспособствовали все мелочи, над которыми скульпторы явно поработали. Плюс к этому добавим еще отличные аксессуары, великолепную покраску и получим отличную фигурку к себе в коллекцию. Т-800 хорошо смотрится на полке вместе с другими моими фигурками. И безусловно, стал украшением моей пока еще очень маленькой коллекции. Добавлю еще то, что если вам, как и мне, нравятся Терминаторы или Арни, а точнее его персонажи, то эта фигурка безусловно заслуживает вашего внимания. Пожалуй, поставлю ей твердую девятку. А теперь можно и заканчивать. Благодарю вас за внимание, комментируйте, оценивайте, а также подписывайтесь на мой канал и на мой блог ВКонтакте и на Фейсбуке. Ссылочки вы найдете в описании. Всем удачи, пока! И не забывайте, игрушка это ваш друг! Я твой друг, запомни я твой друг, я твой друг, запомни я твой друг. Я твой друг, запомни я твой друг, запомни я твой друг.